В 2020 году музыканты из August Burns Red предлагают нам полюбоваться не только роскошной бородой своего фронтмена Джейка Лёрса, но и девятым по счету студийным релизом, который обязательно порадует вас изрядной порцией свинцовых брейкдаунов, виртуозной игрой на гитарах и ударных, витиеватыми мелодиями и хитроумной структурой композиции. То есть тем же, чем и всегда. Когда-то давно, лет 12 назад, их называли не просто знаменосцами металлкора, как сейчас, но и пионерами нарождающегося тогда постметаллкора. Уже тогда они славились не только тем, что пели о добром и высоком и славили имя Господа в своих куплетах, но и своеобразным подходом к сочинению песен, отчего те приобретали совершенно не похожие на других облик. За эти 12 лет эта самобытная стала своего рода визитной карточкой этих парней из Ланкастера. Если вы слышите что-то подобное, а подражателей, к слову, хватает, вы в первую очередь вспоминаете этих ребят. Благо, что и сами они тоже не дают о себе забыть. Вы смотрите Attack the Music. Поехали! Свежий материал August Burns Red выпускают практически каждые два года, а бывает, что и чаще. Злопыхатели и товарищи, не обременяющие себя многократным и обстоятельным прослушиванием новой музыки, конечно же, заявят, что ABR по грязи в самокопировании и с года в год предлагают одно и то же, только под разными обложками и названием. Shut the fuck up! По мнению издания Distorted Sound, который, кстати, дал альбому 7 баллов из 10, ничего нового группа не изобретает и вполне возможно, что и через пару лет они представят нас у слушателей такую же пластинку. Вместе с тем они добавляют, что музыканты проделали огромную работу, чтобы это утверждение воспринималось как комплимент, а не как критика. В свою очередь, Эдисон Херрен Уиллер из Exclaim заявил, что группа продемонстрировала свою способность создавать цельную монолитную запись и по-настоящему радовать своих поклонников. Кто-то называет Guardian с пластинкой, которая будто специально писалась для закоренелых фанатов August Burns Red. Слыша подобное в отношении других групп, можно было бы подумать, что музыканты просто наживаются на своей аудитории и набивают карманы наличными, но, черт возьми, мы же говорим о музыке August Burns Red. Такую динамику и эмоциональную подачу не сымитировать, да и заработать куда больше можно в других профессиях или играя хотя бы другую музыку. Не только стабильность и честность делают эту работу, заслуживающие стольких хвалебных слов и высоких оценок. Всяких фишек и крутых моментов здесь на самом деле масса. При этом нельзя забывать, что эти песни способны преподносить сюрпризы и после многократных прослушиваний, а большая часть их и вовсе раскрывается только со временем. Пластинка берет вас в оборот сразу, ведь, как говорится, времени на раскачку нет. Взрывная The Narrative с самого начала демонстрирует на опору динамику, сбавляя темп только для того, чтобы броситься вперед, будто кобра. Время от времени вас будут сбивать с ног либо тяжеленные брейки, как например в Defender, где вам пропишут двойную порцию брейкдаунов, либо лихие смены темпа, которые встречаются повсеместно. Эмоциональная подача Джейка Лёрса будет держать вас в напряжении до самых титров, но надо отметить, что теперь некоторые вокальные партии стали мелодичнее, а что-то группа и вовсе поет хором, как например в Lighthouse, Bonds и Paramount. Кстати, последней является своего рода аллюзией на The Frost предыдущей пластинки. Она и начинается более приглаженно, да и вообще несколько сентиментально в своей основе. Можно еще долго описывать то, насколько крута соло-гитара в Bonds, насколько проникновенно Paramount, насколько брутально Bloodlettered, как возвышенно Empty Heaven, но лучше просто взять и послушать это самим. В своих лучших традициях группа чередует яростные отрезки песен, которые способны обрушить стены в ваши квартиры, даже если вы живете в Кремле, со спокойными моментами, которые порой настолько самодостаточны, что забываешь, что вообще-то в плеере играет прогрессивный металл-кор. Но несмотря на приставку прогрессив, на самом деле в музыке ничего сверхсложного нет. Да, большой упор делается на развитие мелодии и музыкальных идей. Да, на месте резкие смены ритма, элементы мелодик дета и даже дед металла. Да, грубый вокал и зачастую отсутствие припевов, чистый вокал совсем уж редкость. Каждая песня предстает перед слушателем в виде полноценной истории. Если у вас хватит сил и терпения проследить за развитием такого стори-теллинга до его финала, вы обязательно проникнитесь творчеством этой команды. Возможно, для кого-то Guardians это шаг назад, но только потому, что в 2017 году имел место быть мощнейший выброс энергии на Phantom Anthem. Альбом кажется мелодичнее и лиричнее, чуть мягче, чем прошлый. Он кажется более приземленным, в нем меньше агрессии. И никакого футуризма, которым пичкают слушатели команды вроде After the Burial, Northland, Periphery, Tesseract и многие другие. August Burns Red очень техничный, но при этом не теряет связь с настоящим. В их звуке ощущается тот неуловимый, протестный и такой земной дух рок-музыки. Поэтому лично мне так близок Leveler 2011 года, где исполняемые музыки реально не выхолощены и не пытаются казаться чем-то иным. August Burns Red – это вовсе не очередная Metalcore команда, которая боится выйти за рамки. Это хранители и стражи Metalcore, и в отличие от многих, они не гонятся за дешевой популярностью, а стараются создавать блистательные и интригующие произведения в рамках жанра, одновременно демонстрируя, каким разнообразным он может быть. Вы смотрели Attack the Music. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под видео. До встречи в новых обзорах. Пока.